Расскажите, пожалуйста, о результатах сотрудничества СКВРЗ с Обществом развития русского исторического просвещения Дуглава Орел. СКВРЗ и Общество исторического просвещения Дуглава Орел в свое время подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому соглашению мы начинаем развитие региональных отделений Дуглава Орела по всей Российской Федерации. Нам несколько у нас за время существования мы уже зарегистрировали в 73 субъектах Российской Федерации свои региональные отделения СКВРЗ. И благодаря этому мы помогаем Дуглаву Орелу развивать свои региональные отделения, представляем своих кандидатов на должность руководителя. В каких отделениях уже есть союз и сотрудничество? Да, очень во многих, но если говорить плотно, то плотно у нас в Рязанской области, где у нас руководитель Крючков, он и поэт казачий, и писатель, союз писателей, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он возглавляет и региональное отделение СКВРЗ, является атаманом, и руководитель регионального отделения Дуглавого Орла. Руководитель регионального отделения общества Дуглавый Орел в Рязанской области, атаман регионального отделения союза казаков-воинов России и зарубежей в Рязанской области, казачий полковник, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Крючков Андрей Петрович. Во-первых, от участников фестиваля и регионального отделения Рязанского и регионального отделения Липецкого общества Дуглавый Орел поздравить россиян с кануном царской недели. Очень отрадно, что общество Дуглавый Орел тесно сотрудничает с казачеством российским, потому что монархия православия, казак без веры не казак. Это все является фундаментом нашей России. Это те три кита, можно сказать, на которых зиждилось, зиждется и, наверное, будет зиждеться наше государство. Это вот тот объединяющий фактор. И сегодня отрадно то, что третий фестиваль «Вольный дом» проходит, как я сказал, уже в преддверии царской недели. Это мы будем праздновать с понедельника по субботу по регионам, отмечать 150-летие со дня рождения императора Николая II и 100 лет со дня скорбной даты расстрела святой царской семьи. Скажите, а какие еще мероприятия совместно проводит общество СКВРЗ и Дуглавый Орел? Или будут проводить? Совместные мероприятия широко пройдут, в частности, в Рязанской области, совместно с Союзом казаков-воинов России и зарубежья, регионального отделения. У нас есть памятник императору Александру II, Петру I на территории Академии ФСИН России. Возле этих памятников будет проведен митинг возложения цветов, будет проведен круглый стол, будет в храме Бориса и Глеба пройдет покаянный молебен и акафист. Скажите, а какую роль играют казаки в воспитании молодежи? Как еще работает Двуглавый Орел в этом направлении? Двуглавый Орел, опять же, совместно с Союзом казаков-воинов России и зарубежья, в этом году будем проводить второй областной, но он уже теперь так же, как Вольный Дон, он межрегиональный фестиваль мальцы-удальцы, где как раз вот собираются казачата, где не только песенный фестиваль, но и спортивные состязания. Это проверка на знание истории, на знание своих корней, своих традиций. Также могу сказать, что у нас неплохо, очень неплохо идет в Ульяновской области, там действительно такой человек, который знает очень хорошо историю, проводит лекции, ездит. Также планируется, мы предоставили целый ряд кандидатов на руководителей региональных отделений Двуглавого Орла. Могу сказать, что один из кандидатов такой у нас в Ульяновской области, Селезнев Виктор Николаевич, он у нас и таман, и будет руководителем. То есть взаимодействие идет полное. Как вы оцениваете работу сегодняшнего Двуглавого Орла и СКРЗ в организации праздника фестиваля казачьего? Ну, здесь в Липске области относительно недавно, где-то зимой, только возникло оригинальное отделение Двуглавого Орла, но уже оно дает свои результаты, потому что вот у нас есть Иван Федорович Маляков, он краевед, наш казак, очень уважаемый человек. Он очень много дает материалов по, будем говорить, по историческим исследованиям, именно как бы Донковской земли, но он еще член краеведческого общества областного. И еще мы гордимся тем, что здесь, на берегах Дона, зародилась династия Романовых. В небольшом городке романцев, который упоминается в исторических источках по 1483 годам, жил патриарх Филарет, отец первого царя из династии Романовых Микаила Федоровича. Это все было на Донковской земле. А дядюшка Иван Никитич Романов имел земли в самом Донкове. Была слободка Ивана Никитича Романова в Донкове. Понимаете, вот в год, когда мы трагическую дату отмечаем, в 100-летие гибели царской семьи, не зря это вспомнить. Ведь наши Донковские казаки верой и правдой служили царю, вере православной. Да, мы такие и остались. Мы сотрудничаем с очень важной общественной организацией исторического просвещения «Двуглавый Орел». И вот на этом фестивале, на третьем фестивале, широкое представительство, делегация, хорошая делегация из области, половинкина Марина Леонидовна, руководитель «Двуглавого Орла» Липецкой области. Представители центральной организации из Москвы есть этой. И вы видите, какое-то единение у нас произошло. И это единение, вот, казачество, власти, народа, это единение было заложено в первые годы династии Романовы. Ведь в 1613 году на Земском соборе избрали русского царя, всем народом. И вот этот фестиваль, казалось бы, еще раз единение власти, народа, казачества, значит, вера православной. И это очень важно и нужно в наши такие тревожные дни, когда на Россию со всех сторон идут какие-то подоплеки нехорошие. А мы можем всем миром защитить свою веру, свою казачью удаль. И, к примеру, у нас третий мега-региональный фестиваль казачьих удалей. Вот. Но подготовка и проведение вот данного фестиваля «Вольный дом», я считаю, что это как служит положительный пример сотрудничества. Хоть оно и как бы недавно только началось, но уже достаточно много дало. И пример к тому даже, вот, поздравления, это очень хорошо. Мы представители общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Наше отделение в Липецке активно участвовало в организации данного фестиваля совместно с казачеством. Скажите, поддерживаете ли вы со стороны духовенства развитие подобных инициатив? И как вы непосредственно участвовали в развитии и организации подобных мероприятий в районе? Я являюсь настоятелем храма Георгия Победоносца, который в Израиле был покровителем казаков православного казачества. И я являюсь по благословению владыки Максима, нашего елецкого и репетянского, духовным наставником, духовником нашей станицы казачьей, Донковской казачьей станицы. Все мероприятия, которые проходят в районе с участием казаков, они все связаны с церковью, с духовенством. Это и фестиваль, это и православные выставки, православные ярмарки, это и обучение детей в школах, у нас есть казачьи классы. И другие мероприятия, например, казачество нашего района участвует в сохранении памятников разного рода на территории Донковского района. И мы занимаемся им обустройством этих памятников, охраняем их. То есть здесь установлен поклонный крест, мы видим камень в честь погибших казаков, которые берегали нашу землю Донковскую. Ну, другие мероприятия по району, мы знаем прекрасно их. Люди Донковского района помогают в этом, администрация очень большой вклад вносит. То есть целая поддержка идет как тендем духовенства, казачества и власть. Мы идем в одном направлении и друг другу помогаем всячески. Скажите, пожалуйста, еще, как церковь планирует провести царские дни, которые пройдут с 13 по 19 июля? Какие мероприятия будут планировать? Может быть, крестный ход? Ну, будет богослужение в храме однозначно, молебен, панихиды по всем убиенным. То же самое, мы знаем, что царские мученики, есть составлена служба в честь царственных стартодерцев. И в нашем храме даже есть икона, изображение всей царской семьи, которые, мы знаем, канонизированы. Поэтому, думаю, что в каждом храме пройдет служба, как молебен уже праздничный, так и запокойное богослужение по погибшим всем, которые погибли. То есть окружение стартодерцевой семьи. Я думаю, что это должна быть память, достойно провести это мероприятие. Я знаю, что есть такая организация Двуглавый Орел. Я знаком с ее, скажем, лидером, директором. И знаю тесную связь казачества и этой организации. Знаю, что представители этой организации участвуют в таких массовых мероприятиях. И думаю, что главная цель Двуглавого Орла – это сохранение тех традиций древних, которые были присущи казачеству, воинов, защитников нашей державы. Не только в России, да, мы знаем, но и за рубежом. И, кроме того, я знаю, что идет поддержка молодых казачат. Это казачьи классы при школе, другие детские объединения. И для них идет поддержка очень сильная, хорошая. Я думаю, что каждым годом все больше людей будет знать эту организацию по тем добрым делам, которые она сеет в нашей стране и за рубежом. Расскажите, пожалуйста, о результатах сотрудничества СКВРЗ с обществом Двуглавый Орел. Мы с ней сотрудничества были недавно, где-то с прошлого года. Но в результатах сотрудничества приезжал к нам исполнительный директор Решетников, на это место встречались. И пришли так к согласию строительство часовни. У нас в этом году, где сто лет расстрела репрессированных в Донкове. И мы совместно будем строить часовню. И в сентябре месяце, дай Бог, с Божьей помощью мы ее должны открыть. А скажите, а именно как вы сотрудничали на этом фестивале с Двуглавым Орлом? Какие результаты? Доволен ли вы этим результатом? С Двуглавым Орлом, я на анимателет, изготовляли рекламу совместно, дипломы, баннеры. Ну, подготовка практически была совместная, это мероприятие. Коллектива совместно приглашали, они приглашали коллектив. Мы созванивались, давали телеконтактный телефон, и мы с ним созванивались. И коллектив были от Двуглавого Орландии с присутствием, уже выступили. А скажите, пожалуйста, в чем особенность этого фестиваля по сравнению с предыдущими двумя, которые были организованы? Что сегодня новое? Ну, здесь у нас, получается, в этом году мы сделали больше коллективов, приехали из других областей. Конечно, участники увеличились. Увеличилось, значит, мы сделали конкурс «Казачьица глазами детей». Это рисунки из казачьих классов по Липецкой области, и здесь проявили их выставку. Что дети привлекаются в патриотическое воспитание казачества. А есть ли другие какие-то казачьи организации на этом фестивале? Ну, пригласили, вы приезжали, казачьи организации в Воронежскую область. Ну, это основная организация из Каваржи, все остальные гости, можно так сказать. Мы не из Каваржи, а из Донских казахи, это одна единая организация. Скажите, а какую роль играют казаки в воспитании подрастающего поколения, как вы считаете? В сегодняшний день у нас в Донковском районе это шесть казачьих классов, где мы полностью занимаемся воспитанием казачьего-то военного дела. Разборка, сборка автоматов, выезды пылевые. Казачий лагерь в этом году был детский, где мы занимались. И здесь на фестивале мы приготовили полосу панипасты, где будут по осени проходить между казачьими классами соревнования. Вот Донков раньше был пограничным форпостом, а как мы знаем, на страже русского государства в основном стояли казаки. Занимаетесь ли вы сейчас подобным? Проходит ли патрулирование городов? То есть разрешено это со стороны государства для казаков? На сегодняшний день нет закона о муниципальных казачьих дружинах, как есть в Краснодаре и в Ростовской области. Поэтому, в принципе, мы занимаемся только на массовых мероприятиях, а именно в общественном порядке. Все, больше мы этим не занимаемся. Мы не законодательны, мы не защищены. Это что-то с вами случилось. А будете ли продвигать эту инициативу, чтобы на государственном уровне разрешили заниматься патрулированием? Ну, у нас идет раздел между реестрами и общественной организацией. Резакторизм – это общественная организация. Больше делается упор на реестр. Ну, по Липецкому есть реестры и организации, но нет закона о муниципальных казачьих дружинах. И еще такой вопрос, на ваш взгляд. Какими качествами должен обладать донской казак? Что, может быть, он должен уметь? Чем он отличается? Самое первое, я думаю, и главное – это любить свою родину и быть патриотом своей земли. Азет уже все следует. Общество «Двуглавый орел» сейчас занимается русским историческим просвещением, в том числе молодежи. Расскажите, чем конкретно СКОРЗ занимается в этом направлении? Как оно взаимодействует и в воспитании молодежи, и организации корейских классов? В уставе СКОРЗ четко обозначены цели и задачи. Вот одной из целей есть в патриотическом воспитании молодого подрастающего поколения. Ну, скажем так, что создаются, создаются, вот из СКОРЗ, создаются и казачьи классы, и даже есть определенные, как в Пенинской области, у нас там Пучков, Атаман, вот, имеют непосредственное отношение, там есть казачий корпус. Вот, но не тот казачий в том виде, вот, допустим, как в Аксай, там еще, ну, целый ряд. Но все равно, как называется, как казачий корпус, но действительно там очень большой казачий компонент для казачат, это немаловажно, вот. А Двуглавый Орел однозначно здесь помогает, потому что тоже представляет различные материалы исторической тематики, потому что подрастающее поколение, оно обязано знать историю. Без этого никак нельзя, потому что тот народ, который не знает свое прошлое, не имеет и будущего.